Друзья, всем привет, с вами Яков И в сегодняшнем видео я вам покажу, как в соло можно за монаха закрыть такое завоевание, как режим босса Это такое завоевание, где нам надо убить в Диабло 3 всех боссов за 20 минут на уровне сложности истязания 10 Это завоевание в принципе тоже легко выполняется за монахом Я своего персонажа в видео превратил в персонажа 800 парагона, то есть сбросил ему все характеристики, оставив только скорость, ну и немножко ловкости В принципе при желании и при наличии предметов, естественно, можно это завоевание закрыть и раньше Что касается билда и вообще сборочки, то этот монах классический постранный монах Если что, ссылку на эту сборку я дам в описании под роликом Так что переходите и более подробно с билдом можете разобраться, если вы еще за данного персонажа, ну и за данный билд не играли Но пока вы можете лицезрить как раз таки минимальные предметы, которые вам нужны для выполнения данного завоевания Почему минимальные? Потому что я, как видите, не указывал кольца, а также ботинки Потому что именно для данного завоевания туда можно надевать все что угодно, все что у вас, собственно говоря, есть Ну а сам костяк предметов вы видите Это 5 предметов, которые надо надеть на себя, ну а также 3 предмета в кубе Это что касается обычных легендарных предметов Но что касается сета, то мы используем 5 предметов из сета наряд короля обезьян Сами понимаете, чтобы запустить все бонусы от нашего сета, нам надо ККР, то есть кольцо королевской роскоши И в данном случае это колечко будет помещено у нас в куб И это в том случае, если вы бегаете, допустим, я не знаю, в 17 сезоне, в 18 сезоне, в 45 сезоне Если вы это видео смотрите в 16 сезоне, напоминаю, что в этом сезоне действует баф от кольца королевской роскоши То есть, скажем так, это колечко нам дарится Поэтому в кубе можно кольцо королевской роскоши не брать, а взять, допустим, колечко собрания стихий Для того, чтобы разуфазу кольца, поднять свой урон от огня Также нам пригодятся нарчи возмездия для призыва элитного противника, как только мы активируем шрайн, оно же святилище Ну а также храмовый факел, для того, чтобы поднять свой урон от волны света Ну а другие пять легендарных предметов, которые я рассказал, это, конечно же, меч ингиом, для того, чтобы быстрее откатывать наше умение Дальше кистевое оружие ветер мщения, для того, чтобы поднять свой урон от волны света Взгляд зукрина, это духовный камень, тоже будет поднимать наш урон от волны света А также превращать нашего монаха в персонажа дальнего боя Нарчи гордость пинта, тоже поднимут нам урон от волны света Ну и душа кьяшира, позволит нам постоянно поддерживать умения, кляшивающий ветер Что касается билда, что активное умение, что пассивное умение, вы видите перед своими глазами Но из самосветов я предлагаю использовать в проицу проклятий Это пораженных, плененных, ну а также сильных Если вам, допустим, не нравится самосвет проклятия сильных, можете взять зеев камень То есть тут уже смотрите по ситуации Какой у вас камень будет лучше вкачан, такой и используйте Если, допустим, зеев камень у вас вкачан очень-очень слабо То можно, в принципе, использовать проклятия сильных, потому что он дает неплохой баф Ну а действуем мы следующим образом То есть мы должны искать элитного противника Ну как искать элитного противника, мы должны искать боссов Но если на нашем пути будут появляться элитные противники, мы их должны уничтожить Синим элитным противником, тут, я думаю, все понятно То есть мы убиваем полностью весь пак Ну а что касается желтого, то мы должны убить не только одного желтого моба, но еще и его миньонов Потому что если мы пропустим хоть одного миньона, то меч Ингиом не запустится Собственно говоря, вот для этого мы это все и делаем, чтобы запустить меч Ингиом Как только меч ингиом запускается, значит начинают быстрее откатываться все наши умения, а самое главное, наше умение мощный рывок. Потому что практически безоткатный умение мощный рывок позволит нам гораздо быстрее перемещаться по нашим картам в поисках боссов. Напоминаю, что в нашей экипировочке имеется наручь возмездия. А это значит, что как только вы увидите шрайны, это такие маленькие святилища, тоже их запускайте, потому что запущенный шрайн это призванный элитный желтый моб. Ну а тут я думаю, вы уже понимаете, желтого противника вы убиваете, запускается меч ингиом и вы летите дальше. Вот в принципе, дорогие друзья, и весь смысл. То есть пока мы двигаемся к боссу, параллельно мы убиваем элитных противников, для того, чтобы самих себя ускорить. И что касается монаха, то таким образом можно выполнять это завоевание за любой другой сет. Главное, чтобы у него был меч ингиом. Ну а для уровней стезаней 10, абсолютно любой билд, абсолютно любой сет, любого босса задамажит. Просто волной света это делать комфортнее, так как она имеет огромную зону поражения. Вот в принципе и все, что касается этого завоевания. Ну и на этом моменте я голосую сейчас ролик, я буду заканчивать. Если будут какие-то оставаться вопросы, пишите их в комментарии под роликом. Напоминаю, если что, ссылку на этот билд я тоже помещу в описании под роликом, так что переходите и ознакомьтесь. Ну и если вам, конечно же, будет интересно, то можете досмотреть этот ролик до конца. Чтобы убедиться, как этот монах на 800-ом парагоне, в принципе, все это дело быстренько защищает. Ну что ж, приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...